Сын закончил университет с красным дипломом и отец привез его в фамильный дом, чтобы сделать ему подарок. Отец достал из кармана связку ключей и со скрипом открыл ворота гаража, где под плотной брезентовой накидкой стоял автомобиль. Я хочу подарить тебе машину, которую приобрел много лет назад, когда только начал познавать самостоятельную жизнь. Но это не простой автомобиль. Сын приподнял ткань, посмотрел на пыльный кузов машины и поморщился. Ее внешний вид явно не вызвал у него восторга. Отец увидел его реакцию и добавил. Да, сынок, это не новый спорткар, но перед тем, как делать окончательные выводы, отвези ее на соседний авторынок и скажи, что хочешь ее продать. Посмотри, сколько тебе предложил за нее. Сын поехал туда и вскоре вернулся к отцу. Они предложили мне за нее всего 100 тысяч рублей. Говорят, она очень старая и нафиг никому не нужна. Понял, спокойно сказал отец. Попробуй заехать в салон подержанных машин. Может, они предложат побольше. Через два часа парень снова вернулся домой, сказав, что в автосалоне за эту машину ему предложили 300 тысяч рублей. Отец, понимающий, кивнул и попросил отвезти машину в клуб редких автомобилей. Ну, чтобы там показать. Вернувшись, сын принялся очень поводушевленно рассказывать историю. Представляешь, пап, когда я приехал туда, участники клуба обступили меня плотным кольцом и сразу же предложили выкупить авто за 12 миллионов рублей. Они говорят, что это редкий Nissan Skyline R34 культовая модель, которую очень сложно найти. Представляешь, пап? Отец посмотрел на сына, улыбнулся уголками глаз и спокойно сказал. В жизни ты встретишь много людей, которые постоянно будут оценивать тебя. Но только в правильном месте смогут понять твою истинную ценность. И если тебя обесценивают, не злись. Это значит, что ты просто находишься не в том месте. Доброй ночи, девочки и мальчики.